В Ульяновской области переформатируют работу неотложной медицинской помощи. Напомним, неотложка выезжает в тех случаях, когда непосредственной угрозы жизни человека нет и срочная госпитализация не требуется. Площадка второй поликлиники медико-санитарной части выбрана для проведения рабочего совещания не случайно. Как уверяют работники поликлиники, неотложка МСЧ работает отлично. Помещение отремонтировано, есть все необходимое оборудование. В отделении сейчас созданы все условия для нахождения медицинского персонала, комфортные условия, душевые кабины, комната отдыха, комната приема пищи. То есть условия достойные и в принципе коллектив справляется с возложенными задачами. В период пандемии неотложка здорово выручила поликлиническое отделение. Если с оказанием неотложной помощи в Ульяновске все более-менее ясно, то вот в некоторых районах области ситуация хуже. Например, в близком к областному центру Чердоклинском районе есть целых семь населенных пунктов, куда неотложка едет более 30 минут. Для сравнения, в отдаленном Павловском такой населенный пункт всего один. По словам губернатора, главная задача чиновников Минздрава определить, сколько именно должно быть пунктов неотложной помощи, сколько дополнительных машин, сотрудников и помещений им нужно, чтобы закрыть проблему раз и навсегда. К великому сожалению, но этого не было. В общем-то и на федеральном уровне этого нет, надо признать. У населения вряд ли мы найдем четкое определение, чем отличается скорая медицинская помощь от неотложной медицинской помощи. Правда ведь? Им кажется, им представляется о том, что это одно и то же. Но, к сожалению, нормативные документы трактуют по-другому. Чтобы повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе, губернатор предложил повысить доли оклада в структуре заработной платы медицинских работников в размере до 55-60%. Приводить в нормативное состояние эту службу будут поэтапно. В районных центрах на базе районных полиц функционируют совмещенные бригады скорой медицинской помощи. Как я ранее сказал, отдельного выделения бригад неотложной помощи и скорой не проведено. Там фактические ситуации, что одна бригада скорой отложивает и скорый, и неотложный вызов. В настоящее время на уровне в Ульяновской области действует 22 таких бригады. Пилотными районами для создания в них полноценных отделений неотложной помощи станут Новоульяновск, Чердоклинские и Ульяновские районы. К концу 2021 года планируется создание таких отделений во всех муниципальных образованиях. Павел Половов, Герман Баранов, Новости Улправда ТВ.